Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сейчас, когда рассада немного подросла и я уже могу показать ее свойства, я начала по одному сорту вам показывать и описывать. В предыдущем видео до выходного я показала рассаду Настенька, какие они толстенькие, крепкие. Сейчас я расскажу вам про петрушу огородник сорт. Вот этот сорт я тоже выбираю для ранних посевов, для выращивания в теплице, получения раннего урожая. Сейчас объясню почему. Этот сорт, если Настенька, она просто детерминатная, то этот сорт супер детерминатный. Это значит, эта рассада у вас никогда не вытянется. Вот ему сейчас, петруши, полтора месяца, у него по пять листьев, но он меньше Настеньки. Сейчас покажу вам какой раз. Он еще меньше Настеньки. Ну вот, восемь, наверное. Семь-восемь сантиметров он в высоту. Стволики у него такие же толстые, как у Настеньки, но только он еще более крепыш, то есть он как приземистый, такой коренастый. Он и во взрослом состоянии небольшой, он будет меньше Настеньки. В открытом грунте он будет 60 сантиметров, но если вы в теплицу его поместите, то, как я уже говорила, можете 30 сантиметров смело прибавлять. Там всегда выше сорт любой. Если на улице 50-60, там будет 80-90 до метра. Еще чем он отличается от Настеньки, например? У Насти листья коротенькие, трехлистники из трех. У Петруши вот такой лист немного удлиненный, как резной-резной, как пятилистник. Очень красивые листы, и они отличаются и от Демидова, и от Настеньки. Видите, они из многих частей состоят. Такой, как у Насти было вот три и все, а у этого пять листиков. Еще чем он отличается? Что он никогда не растет в высоту. Если вы его высадите потом, у него начнутся вырастать пасынки, и на пасынках будет все увешано вот этими плодами. Петруша и огородник. Урожайность небывалая у этого сорта. Если про некоторые сорта я говорила 6, 7, 8 килограммов плодов с квадратного метра, то про Петрушу заявляет производитель 6 килограммов с одного растения. Не с метра квадратного, а с одного Петруши. И еще самое главное, не удалить с него пасынки, потому что все, все плоды у него на пасынках. Вот сейчас его высадите в грунт, он как будет 20-30 сантиметров, все, и он в высоту почти не пойдет, он пойдет в ширину. Это нужно учитывать при высадке его и в грунт, и в теплицу, что он займет место в ширину больше, чем другие, такие как Настя, Демидов. Он у вас будет расширяться. Он куст такой густой, широкий, куст будет невысокий. Рассада чем удобна? Я еще раз вам говорю, что она очень компактная. Он штамбовый куст, он и в открытом грунте, и в теплице будет как такой, ну не очень, он большой, аккуратные они, и вот здесь сейчас, когда мы ранние урожаи выращиваем, когда место под лампой очень дорого, этот петруша нас сильно выручит. Он толстый, коренастый, но в высоту он почти не растет. Сейчас покажу вам, раскопаю одну. Вот видите, какие они петруши? Они толстенькие, я их по семидоле заглубила, тут уже начинаются настоящие листики. Сейчас они у меня посидят в загущенной посадке. Как только наступит время, можно будет в теплицу выносить и оставлять там на ночь, я их распикирую по отдельным стаканчикам. Он позволяет выращивать себя загущенно. Он не разрастается, он просто взрослеет. И вот такие вот у меня посадки петруши, они видно, что, хотя и густо, но они зеленого цвета, красивые семцы, значит у них не все так плохо. Если бы мы нормальный сорт такой посадили, так густо, то, конечно, ой, хотела вам для сравнения показать, как выросли, но в следующем видеоролике покажу, как выросли, какой длины, высоты сорта, которые не супер детерминантные и недетерминантные, тоже для теплицы. Это земля и небо. Вот это петруши-огородник. Советую вам, если у вас на будущий год, например, будет стоять выбор, какие сорта посеять для получения раннего урожая, петруши-огородник идеальный вариант. Эта рассада у вас не вытянется никогда. Она будет крепкая, компактная. И очень хороший сорт тем, что у него активная фаза, длительная фаза активного плодоношения. Вот он в июле начинает, первые плоды поспеют и до октября. У меня в прошлом году ушли под снег, которые даже не успели поспеть. Он все плодоносит и плодоносит и плодоносит. Сорт сибирский, устойчивый. Этот сорт подходит и для выращивания в холодных тоннелях неотапливаемых. Хорошо показывает себя в теплице. Он универсальный на все случаи жизни. Плоды красивые, алые, такие вытянутые, вытянутые формы. Как пишут в форме колпака. Из-за этого и оригинальное вот такое название петруши-огородник. Я сначала не знала, что за петруши-огородник. Ну вот как колпак у петрушки. Так они решили, что похоже и назвали. Плоды розовые, вкусные, мясистые. Большое содержание сахара. На изломе увидите такие сахаристые. Они долго хранятся. Но единственный недостаток, если будете выращивать в открытом грунте, там где количество дождей вы не сможете регулировать. И если будет сырая погода, много влаги заберут, плоды берут в себя. Они могут потрескаться. Вот это является существенным недостатком выращивания петруши-огородника в открытом грунте. В остальном неприхотливый, урожайный, беспроблемный сорт. Только пасынки ему оставьте место, чтобы куда ему было вот эти пасынки распространять. И будет все у вас в больших красивых плодах. До 350 граммов. Стандартные плоды 180-200. Но у меня в прошлом году были и 300, и за 300. Если у вас почва плодородная, если будут комфортные условия, то он может дать вам очень крупные плоды, хорошие. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И вот этот краткий обзор очень хорошего урожайного сорта петруши-огородник, рассада которого, даже посеянная в самые ранние сроки, никогда не вытягивается, остается компактной и можно выращивать загущено.